Я телеканал ДОЖ, меня зовут Лев Пархоминг, и в это время, как всегда, пришло время поговорить об экономике, деньгах, финансах и всем, что с этим связано. И в гостях у меня Алексей Безбородов, гендиректор исследовательского агентства Инфра-Ньюз. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. И как раз мы сегодня поговорим об инфраструктуре, а если точнее, о железной дороге, ну и, может быть, если останется время, еще о других видах транспорта. Смотрите, по поводу РЖД, совершенно новость, которая поразила меня вчера, пришла от газеты «Коммерсант», что, оказывается, плацкарты уходят в историю. Кто бы мог подумать, но это происходит. Да, уходят, и уходят очень быстро. Ну, ближайшие, я думаю, 10 лет я пытался писать, в общем, неоднократно, и там, 4 года назад первый раз это в открытую высказал, вызвал всякое неудовольствие от руководства РЖД. В общем, споры были, и самый главный мой постулат, да, в данной ситуации, даже не экономический, да, а очень простой. Люди не должны ездить вот в общих вагонах, да, потому что слово «общий вагон»… Состояние животного скота. Ну, в общем, да, да, не хочется такие слова говорить, да, оскорблять те миллионы людей, которые пользуются этим транспортом, но, тем не менее, это факт, да, это неправильно. И самое важное, что, ну, новый подвижной состав, новые всякие разные услуги, они дают возможность РЖД развиваться. Ну, по-разному каждый понимает слово «развитие РЖД», но, тем не менее, как бы, да, это новый виток, определённый, это и вагоностроителям, это целая цепочка поставщиков, это, в общем-то, не так уж плохо, да, тем более, если уйдут все эти старые замшелые вагоны, которые, в общем, порождают достаточно много неприятных ассоциаций у большинства. Если там цена будет немножко выше, если плюс там инфляция, там всё равно всё это будет запутано, и в результате цена будет вполне адекватной, мне кажется. Да, ну, вот сейчас речь идет о том, что, вот по оценке, собственно, федеральной пассажирской компании, что будет билет на 20-30% дороже. Ну, вы понимаете, оценка, там, условно говоря, идёт, исходя из эксплуатации нескольких месяцев, двух-трёх составов с этими двухэтажными вагонами, небольшими купе на четыре человека. Это, в общем, пока ещё не очень адекватная оценка, они пока не могут её экстраполировать. Это сейчас они в Адлер ходят, да? Они ходят в Адлер, да, я видел их приход тут буквально недавно. Ну, адекватная, та же самая публика, в общем-то, да, и ничего в этом страшного нет. Да, немножко теснее, но зато каждый в отдельном, да, и ребёнку переодеться, и ребёнку поспать, и женщине переодеться. Теснее, чем в купе или чем в плацкарте? Теснее, чем в плацкарте, однозначно, потому что в плацкарте есть где развернуться, а тут, конечно, развернуться не очень, реально не очень бы в размерной купе. Да, нет, я просто здесь поясню для зрителей, что речь идет о том, чтобы заменить плацкарты на купейные вагоны, но двухэтажные. Да, да, местимость такая же, в принципе. Такая же, да? Да, такая же местимость получается, даже чуть выше, чем местимость. Вот, они просто дороже, они оборудованы разными системами кондиционирования, дополнительное отопление, соответственно, мы всё-таки зимой ездим тоже много. Вот, просто это со временем будет понятна окупаемость, если их будет много выпускаться и заменять будут все плацкарты, то я думаю, что цену смогут снизить, тем более конкуренция с авиатранспортом высока, конкуренция с наземным транспортом, с сухопутом, автобусами, да, по крайней мере, на южном направлении достаточно высока, РЖД. Я думаю, что придется снижать цены так или иначе. А насколько это вынужденная история или, наоборот, такое стремление к модернизации самой РЖД? Сделано в том, что это, ну, такая двухстороннее движение, да, это, во-первых, требования вагоностроителей, да, постоянное требование, покупайте, покупайте, давайте мы будем производить больше, больше, больше. А, во-вторых, это, ну, собственно, осознание внутри самой РЖД, наконец-то, да, что всё-таки пользоваться плацкартами – это неправильно, да, мы всё-таки так или иначе двигаемся в какой-то цивилизации, да, и конкурировать с авиатранспортом с плацкартами, да, невозможно, поэтому надо было… Тем более, что по цене они местами даже с плацкартами… По цене они, в общем, да, даже с плацкартами, бывает, в некоторых направлениях, да, с плацкартами, такие неконкурентные направления с плацкартами авиатранспорт выигрывает, это однозначно. Понятно, там была речь о том, что государство перестает поддерживать, субсидировать плацкарты… Потому что законодательно у нас субсидируются пригородные перевозки и плацкартные перевозки, больше никакие перевозки государство не субсидирует. Формально это купированные мягкие места и никакого отношения к субсидированию они не имеют. Поэтому здесь еще достаточно большой плюс, что государство не будет расходовать средства федерального бюджета на это. Ну и последнее время, если честно, по балансу РЖД получается, что федеральная пассажирская компания в общем-то прибыльная. Поскольку она не несет ответственность сегодня за пригородные перевозки, а несет только за перевозки дальнего следования, то в совокупности баланс у них всех перевозок достаточно хороший. У них нет на балансе Сапсана, поэтому у них этого плюса нет. Но формально у РЖД весь комплекс пассажирских перевозок дальнего следования очень положительный, однозначно. То есть можно ожидать, что вот эти двухэтажные вагоны субсидировать уже не надо будет, они будут сами себя купать? Не придется. Очень сложно будет доказать государству, что вагон с большей и большей вместимостью при формально той же цене. Пласткарты новые сегодня тоже производятся в общем-то по той же цене. Поэтому не докажешь ты государству, что тебя нужно субсидировать. Так что я думаю, что просто не получится. Понятно. Но желание, наверное, всегда есть. У РЖД всегда это желание присутствует, тут никуда не деться. Есть канал, значит можно будет пытаться это делать, добиваться этого. Понятно. Хорошо. Перейдем к главной теме в железной дороге за последние многие годы, к флагманскому проекту, так, наверное, можно назвать, высокоскоростной магистрали Москва-Казань и далее на восток. С одной стороны, в последнее время практически ничего не было слышно об этом проекте, как-то вот с момента его объявления год с лишним назад. Нет, ровно год как раз. Ровно год в июне в Петербурге он был объявлен. Но вот как раз сейчас к последнему петербургскому форуму тема немножко оживилась, потому что был презентован технический и ценовой аудит, который провели мировые все лидеры и самые авторитетные компании. Я был на этой презентации. В общем, надо сказать, что если раньше у меня несколько скептическое было отношение к этому проекту, то здесь они меня, пожалуй, убедили. Ну вот на мой непрофессиональный взгляд, те цифры, которые я видел, и стоимость километра, который вполне сравним с европейскими и даже азиатскими, и плюс к экономике, и пассажиропоток, и так далее. Ваше отношение к этому как-то меняется по ходу дела? У меня формально, вот, мнение базовое, да, то есть стратегическое, конечно, нужно. Конечно, мы огромная страна, где нужны высокоскоростные магистрали, нужны разнообразие транспорта и нужна мобильность населения. Это такой стратегический постулат. Если брать реальность, которая у нас есть, у нас две проблемы в данной ситуации. Первая проблема – это то, что значительная часть подвижного состава, вагонов, даже, я думаю, рельсов, электрического оборудования, электроники, да, будет закупаться за рубежом. Да, я всегда привожу пример ТВГ, да, французскую систему высокоскоростных магистралей, которая создала несколько новых индустрий. Она подняла Альстом с колен в 60-е годы, она подняла туристическую индустрию внутреннюю французскую, она создала так называемый туризм выходного дня, когда парижанин мог ехать на море на выходные, буквально по-быстрому смотаться на пару дней. И массу других преимуществ, плюс, естественно, формально, да, это было сделано за счет французского правительства, но неформально количество созданных предприятий, рабочих мест и так далее, дало в результате, там, спустя какое-то количество времени, огромные налоговые плюсы, да, то есть поступление налоговое. У нас пока этого не ожидается только от билетов, да, к сожалению, да, то есть расходная часть будет такова, что у нас будет достаточно большая часть импорта и достаточно большая часть, ну, возможно, как бы наших строителей, которые тоже будут зарабатывать, но тут проблема еще в том, она вторая уже в данном случае, то, что, а надо ли строить из Москвы, начинать из Москвы, понятно, рано или поздно все равно к Москве надо присоединяться, да. Мое скромное мнение, надо выбрать все-таки два города-миллионника, да, в данном случае, там, сопоставимые расстояния, это, там, Москва-Казань, возможно, там сложнее геология и сложнее климат. Это, нет, не Москва-Казань, а... В смысле, выбрать Казань, Казань-Екатеринбург, да, два миллионника. То есть с другого конца начать строить, да. С другого конца начать строить этот ВСМ, да, ВСМ-1, ВСМ-2, да, у нас теперь, как бы, сейчас несколько запутанно, честно говоря, да, даже я думаю, что у господина Мишарина тоже это такая некоторая путаница постоянно, там переименовывались, постоянно нумерация. Так вот, ситуация очень простая, но надо посмотреть, как ездят между собой города-миллионники. То есть экономически активная Казань, экономически активный Екатеринбург, в каждом регионе по 3 миллиона населения, в Казани даже больше, в Сатарстане даже значительно больше. И надо посмотреть, как это все будет происходить, потому что то, что из Москвы поедут на ВСМ в Казань и там дальше будут разъезжаться по Волжскому региону, понятно это, и как бы никто не сомневается. То, что там, возможно, Казанский аэропорт воспрянет духом, и из Казанского аэропорта дальние рейсы какие-то там на Дальний Восток, То есть можно будет с пересадкой, вот с такой пересадкой доехать до Казани, там сесть на самолет и полететь дальше. Технически так, а может быть наоборот, может, имеет смысл, да, ехать, там, ну, условно говоря, лететь до Казани самолетом, короткий маршрут, а дальше доезжать до Екатеринбурга быстро поездом. Это вопрос, на самом деле, не, понимаете, в чем дело, Москва испытанный полигон, Москва, понятно, что здесь не потеряешь деньги, или, по крайней мере, тот минус, который заложили на первом этапе, да, он будет, там, не больше определенного размера. Понятно, что Казань-Екатеринбург будет, скорее всего, более убыточен, чем Москва-Казань. Но проверять надо, у нас страна нуждается в инфраструктуре, не только в грузовой, не только в каких-то точечных вливаниях, там, в мосты, еще во что-то, она нуждается в постоянном, как бы, развитии, вот, в такой связности, постоянном развитии именно связности каждой точки с каждой отдельной точкой. То есть то, что происходит, скажем, в Северной Америке, да, когда каждый город из каждого города может доехать и по железной дороге, и по автомобильному транспорту, и долететь на самолете, да, то есть нет такого, понятно, что есть Атланта-глобальный хаб, да, который там на весь мир работает, но тотально, да, из каждого города в каждый город, маленький самолетик, большой самолетик, ты можешь долететь. Всегда есть Север, да. Да, автобусы, все просто. Ну, и это, в общем, вполне логично в части какой-то децентрализации. Да, децентрализация, огромная проблема децентрализации. Съемодействовали друг с другом не без московского посредничества, да? Хотя бы, хоть в каком-то моменте. Да, но вот что касается поднятия промышленности, ну, вот насколько я понимаю, например, с рельсами мы разобрались, с рельсами уже вот эти 100-метровые специальные свои. Это 100-метровые рельсы, да. Да, но тут вопросик в том, что там технология все-таки немножко другая будет для ВСМа. Это вот, это высококачественные, высокоскоростные рельсы сегодня на замену Сапсану и сегодня на модернизацию БАМа, чтобы делать бесшовную технологию, чтобы водить длинные маршруты, длинные грузовые поезда, чтобы меньше заниматься эксплуатацией. То есть, заниматься эксплуатацией надо, да, но затраты будут меньше, да. То есть, рельсы чуть дороже, но затраты в процессе эксплуатации будут меньше. Это, в общем, текущая насущная проблема РЖД в целом, это по всей сети будет происходить замена рельс. Условно говоря, с самых опасных участков будут сниматься короткие или там наваренные кусочки, да, и будут ставиться новые рельсы. А вот, что касается ВСМа, там все-таки будет другая немножко технология. Там при их скоростях, при их технологиях там будет реально другая технология. То есть, все равно придется рельсы импортировать. Конечно, не факт, что это вообще будет 15-20, потому что подготовленные проекты, там же несколько проектов, как бы... 15-20, а просто пояснят ширина колеи, да, 1520 миллиметров. Да, 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 это наши стандарты ширина колеи от Финляндии до Владивостока. К сожалению, здесь непонятно еще, что будет выбрано, тем более, что это будет колея только для данного вида транспорта. То есть, если по Сапсану ходят и электрички, и все остальные, даже грузовые время от времени заруливают, то, к сожалению, здесь будет только для этого вида транспорта и никак иначе. Это, собственно говоря, стандарт. Понятно. Ну, а вообще, в целом, как на ваш взгляд, это будет такая, скорее, история, как, не знаю, такая презентация, что вот у нас, вот, вот есть у нас дорога, вот мы, может быть, ее даже к чемпионату успеем построить, или, наверное, уже нет. Не знаю, как стартуют, как возьмут деньги, как договорятся. Ну, то есть, есть ли шанс того, что реально, да, эта сеть протянется и расширится и так далее, или это будут какие-то точечные проекты, которыми мы будем гордиться, и будем все ради развлечений на нем ездить? Проблема в том, что, скажем так, Сапсан доказал актуальность высокоскоростного, да, среднескоростного, да, в Европе это называется Интерсити, как бы, да, достаточно средняя скорость, 200 км в час, и Сапсан доказал свою доходность, эффективность, и при более высокой средней цене за поездку, чем даже сегодня авиаполет, Сапсан полностью 100% заполняем, Сапсан выгоден, абсолютно рентабелен в текущей эксплуатации, если не брать там все инвестиции, которые сделали, они будут чуть дольше окупаться. Вот, возможно, текущая окупаемость будет на постоянной основе и у этого проекта. Поэтому я думаю, что РЖД будет идти на то, чтобы инвестировать и дальше. Вопрос в каком формате, какие будут выбраны технологии, да, тут вопрос на самом деле, да, в том, что сегодня, на сегодняшний день китайцы, да, которые в свое время заимствовали, мягко скажем, у европейцев технологии многие, да, в строительстве своих высокоскоростных магистралей, все-таки пока не очень надежны, да, то есть мы не можем пойти и купить у китайцев что-то. Во-первых, нас спросят тот же Сименс Альстом, простите, вы купили то, что у нас, мы к Китаю не имеем претензий, но вы, пожалуйста, не покупайте у них, это все-таки надо. Не покупайте ворованное. Да, не покупайте ворованное, все-таки это будет некрасиво. Да, в любом случае мы будем покупать у Сименса Альстома, то есть брать технологии управления составами, брать управление подвижным составом, как, ну, как ремонтировать его, как там его отстаивать, как его, там, неважно, красить, содержать и так далее. Все технологии будем брать в Европе, потому что больше негде, да, англосаксонский мир такой технологии не использует, в Соединенных Штатах этого нет, в Британии это только намечается. Соответственно, можно брать в Японии, но там, во-первых, другая жизнь, она уже постиндустриальная, это отдельная совершенно, как бы, песня, и вообще, как бы, если вы знаете, то японские железные дороги относятся по рейтингу Financial Times, по разряду Walt Disney и McDonald's, да, потому что они entertainment, они больше продают видео и прочих радостей, как бы, да, еды, там, снеков и так далее, чем продают билетов. Поэтому они относятся к entertainment прямо в разделе Financial Times, если посмотрите, они entertainment, никак иначе. То есть перевозки – это как дополнительная услуга, получается, там, фактически. Перевозка, да, физическая перевозка – это дополнительная услуга, все остальное – это уже просто наклеилось вокруг, как бы, и это, на самом деле, прекрасная модель, и в Японии она где-то окупаемая, где-то неокупаемая, но мне кажется, что уровень сам по себе вообще вокруг всех японской, во всей всей японской жизни технологий, да, он так вот настолько высокий, что нам бы, конечно, рановато еще брать это. Ну да, не будем забегать вперед, что называется. Да, но как вы считаете, насколько реально будет решить задачу того, чтобы это было конкурентоспособно с самолетами, в смысле, по цене билета, и даже дешевле, может быть? По цене билета не знаю, потому что в любом случае сегодня проект планово убыточен, да, и конкуренция уже на авиарынке у нас огромная, да, то есть у нас там, начиная от вновь запущенных компаний, не будем называть их названия, до там стандартного полета Москва-Питер, мы сегодня можем зайти на любой сайт, продающий билеты, и если ты не летишь в пятницу, ты можешь купить билет за 1800. Да, самолет уже дешевле, чем в Сан-Сан. 1900 рублей – это реальность. Ну, по сути, это дешевле, чем дневной достаточно скучный 6 часов идущий поезд, да, поэтому самолет, с точки зрения цена, качество, время, в общем, во многом выигрывает. Сан-Сан выигрывает только в том, что большой поток из центра в центр едет, и в любом случае, конечно, он прекрасный, удобен и так далее, да, и нет этих утомительных порой ожиданий аэроэкспресса, там, еще каких-то вещей. Ну, то есть, все-таки, как вы думаете, насколько это может стать массовой историей, или все-таки это будет скорее такая дорогая услуга? Да, когда хотя бы это будет, ну, 2-3 направления, да, и, ну, в общем, это зависит от развития страны, да, если мы будем через какое-то время расти снова, там, большими достаточно темпами, хотя бы, там, 6-7%, что пока, как вы знаете, никто не ожидает, то тогда, возможно, это будет. Но, к сожалению, доходы не растут так сильно, чтобы ожидать, что это станет, как я сказал, во Франции, да, родиться новая индустрия, да, когда туризм выходного дня, и люди на выходные из Москвы или из Казани будут ездить туда-обратно. Ну, пока это сложно очень предсказать и очень сложно посчитать. У нас многое вообще не посчитано, в принципе, да, поэтому... Ну, да. Вот что касается не посчитано, и что выясняется, что не посчитали, ну, наверное, сложно было посчитать, это Крым. Ну, вот как-то прибавилось у нас новое направление транспортное во всех смыслах. Да, конечно, да. Железной дорогой, видимо, пока не скоро можно ожидать. Ну, 3-4 года минимум, да. 3-4 года это как минимум. Это мост? Это мост, это мост. То есть, как бы, вариантов того, что удастся договориться через Украину, практически нет, вы считаете? Ну, в этом даже дело, как бы, да, в любом случае, ну, государство должно быть связано, да, то есть, это не проблема даже сейчас политики, да, там, отодвинем ее в сторону, договорятся, не договорятся, успокоятся, не успокоятся, там, устабилизируется ли власть в Украине или нет. Да, это вопрос просто, как бы, ну, экономической, как бы, связанности целиком государства, потому что риск всегда есть, какой, даже, там, пускай он самый минимальный, государство должно быть, там, снабжено какой-то, какой-то сетью дорог, автодорог, железных дорог и так далее. Другой вопрос, что, по сути, для железных дорог там никакой деятельности нет, да, там только пассажирские перевозки. Ну, да, но при этом они там критически важны, потому что, явно, самолеты столько-то не могут отвезти, на машине, там, уже пробки несколько дневные. Вопрос, а что лучше сделать? Достроить Бельбек, отстроить Симферополь, расширить Симферополь и летать большим количеством самолетов, либо постоянно ездить в объезд вокруг Украины, и, в общем, эта поездка будет длиться до 40 часов, если это будет с мостом, да, 40 часов, только напрямую, при том, что я всю жизнь там, в родной Севастополь ездил за 25 часов, это максимум срок, и, там, 27 при таможенных проверках. Просто на машине? Нет, нет, я про железнодорожный транспорт, я, как бы, на машине не езжу, поэтому я, вот, поезд, я знаю точно, как бы, да, 25 часов, это стандартное время в пути. Если будет в объезд Украины и еще с мостом, это 40 часов минимум. Вопрос конкуренции, две ночевки, как бы, в поезде, да, всегда проигрывают конкуренции с самолетом. Одна ночевка еще люди могут спокойно пережить, две ночевки, по крайней мере, для прекрасной половины человечества, это тяжелый физический труд, очень неприятная история. Но, вот, если говорить не о пассажирах, а о транспорте, грузовом, и уже даже, скорее, морском, потому что была история с портом Тамань, когда объявили, что, пожалуй, мы не будем строить порт Тамань, потому что у нас есть много портов в Крыму. Ну, оставим тему, что из Крыма их потом надо будет еще как-то эти грузы вывезти, но насколько это действительно релевантная история? Я, в общем, поскольку портами занимаюсь всю жизнь, в общем, вырос с видом на один из крупнейших портов, как раз, это Севастопольский рыбный, и знаю прекрасно, какие порты вообще, в принципе, в Севастополе и вокруг, в Крыму. Могу сказать очень просто, да, это руины. Украина и украинская коммерция, да, украинский бизнес не занимался морскими портами практически все, ни в Севастополе, ни в Евпатории, ни в Ялте. В Феодосии есть государственная нефтеперевалка, в Севастополе есть перевалка зерна и металлов, принадлежащие Ахметову. Все. Да, при этом на сегодняшний день зерна в Крыму столько не производится, да, транзитом из Украины он не пойдет, а своих мощностей на Украине в избытке на сегодня зерноперевалочных. Металлов там тоже не так много перевалилось, чтобы, в принципе, не переживать по этому поводу. Все остальные мощности – это руины. Это руинированные причалы, это руинированные отсутствующие, по сути, краны, какие-то там чахлые холодильники и паромные переправки, которые... Да, но, может быть, восстановить эти руины будет дешевле, чем строить новый порт Тамань? Проблема в том, опять же, вопрос, а зачем, да, для того, чтобы эксплуатировать тот же там Севастополь или там Феодосию с точки зрения мощных грузовых портов, надо построить туда железнодорожный мост, и это, извините, плюс к расходам, и надо восстанавливать порты. Тамань все-таки в голом месте всегда лучше строить, чем, так сказать, восстанавливать. Но проблема в том, что и Тамань на сегодняшний день не особо сильно нужна, да, грузовая база, как таковая, растет не такими большими темпами. Черное море, как бы мы ни крутили, все равно заперто Босфором и Дарданеллами, да, и там с точки зрения геополитики, и с точки зрения физической проходимости, да. Погода на Тамане и Керченском проливе, как мы видим, даже в летние прекрасные периоды, тоже, ну, буквально неделю назад закрывали на несколько дней переправу керченскую, да. Потому что это просто погода, просто нельзя подходить. В Тамане бывает полтора месяца в году, когда реально, то есть там рискующие танкеры под заправкой стоящие, там уже грузится сегодня казахская нефть, да, транзитом идущая. И бывали моменты, когда танкер просто срывало в момент заправки. Хорошо, там ничего не случилось, но эти два факта было зафиксировано, да, слава богу, без последствий, и глобальных разливов, которые были бы видны со спутником, да, которые наблюдают за экологией. Поэтому... Но при этом там вообще были какие-то гигантские планы на этот Порт-Амань, что он чуть ли не там по объемам в половину Новороссийского... Люди, которые заводили, ну, как бы решили эту ситуацию развивать, они решили повторить подвиг услуги, да. Но услуга начиналась в 1994 году, очень долго тянулась, как мы знаем, очень много потребовало, достаточно много инвестиций, последние проекты, достаточно дорогие, нефтяные, по крайней мере, да, обошлись государственным финансовым организациям в сумме в более чем миллиард долларов, да, это постройка нефтеналивного терминала для транснефти и постройка нефтепродуктового терминала для Гунвара. Это очень большие деньги, да, которые государство дало взаймы от лица ВТБ и там еще некоторого количества банков. Это очень дорогие проекты все, они, ну, скажем так, слишком дорогие, это раз. Во-вторых, там все, еще раз повторюсь, это очень долго-долго-долго тянулось. Сегодня 2014 год, начиналось это все в 1994 году. То есть это, получается, Крым просто как повод использовали, что, пожалуй, не надо, а при этом, опять же, возвращаясь к самому Крыму, смысл строить там порт, чтобы туда завозить товары, вот как-то преодолевать эту блокаду? За копейки построить паромные переправы, как бы, да, хоть Севастополь, хоть их, они там везде уже есть, да, и поставить под независимым флагом, да, во избежание блокады, да, или можно купить людей с черными флагами, да, Северная Корея, Камбоджа, ну, ради бога, да, если такая необходимость возникнет, да, то грузы можно возить и под такими флагами. И бог бы с ним. Раз порты под запретом, то и поставим черные флаги тогда. И в результате, как бы, можно возить как угодно, что угодно. Понятно. И это не будет проблемой. И здесь опять закольцовываем, возвращаясь к РЖД, и я правильно понимаю, что успели построить дорогу к порту Томан, железнодорожную ветку? Нет, 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 не успели. Она там достаточно еще далеко достраивать, а нефтяной слив там достаточно длинный построили. Но, во-первых, для того, чтобы возить другие грузы, да, любые прочие грузы, кроме нефти и нефтепродуктов, там надо построить железную дорогу прямо к порту. Ну да. А это уже, простите, вот так вот полого спуститься, подровнять. Это будет очень дорогие 6-7 километров. Ну и плюс нет развития, да. Когда идет нефтяной состав, он напрямую вошел, быстро слился и ушел. Когда идет металлургический состав, рудный состав, зерновой состав, он разгружается медленнее, он дольше сортируется и прочее, и прочее. И поэтому для него там нужно развитие. А у нас еще там и по Краснодару поезда ходят грузовые и так далее, и так далее. То есть там масса проблем только на Северо-Кавказской дороге, которые нужно решить хотя бы для того, чтобы не задыхался Новороссийский порт, да. А решать сразу еще для несуществующего порта. РЖД, в общем, всегда находилась в такой дилемме, как бы, да, оно, в общем, колебалось между проектом «Тамань» и своей, в общем, такой, ну, не конфликтной, но такой своеобразным отношением к акционерам Новороссийского порта, к нынешним, причем к обоим, к обеим странам. Да, это отдельная большая история. Да, буквально у нас минутка осталась, про Владимира Ивановича Якунина вас спрошу. Пришло время ему переназначаться, какие-то есть ли тут риски для него, может быть, как вы думаете? Да, мне кажется, судя по его виду, вот я его видел неделю назад, ну, как бы, я не подходил, как бы, да, поскольку я не журналист, а так сбоку стою, как наблюдатель, по сути, да. Да, по-моему, он вполне радостен и доволен, ну, там, так сказать, однозначение его никто не спрашивал, видимо, так сказать, это было согласовано. А ситуация вполне, как бы, понятная, как бы, рутинная. Все прочие кандидаты, которые бы даже, там, называлось... Мишарин одиозен, достаточно одиозен, и плюс его, в общем, неуспех с точки зрения работы в Екатеринбурге, да, он очень показателен, потому что все-таки глава РЖД, это, в первую очередь, политический человек, который разводит как конфликты внутри РЖД, так и конфликты вне. Авторитетного человека, там, сравнимого с Якуниным, ну, вот, поймите, помните, мы с вами разговаривали год назад, когда случился этот казус, как бы, с... Да, с отставкой, да. Да, с отставкой. К сожалению, проблема в том, что, когда мы получили список, ну, все мы журналисты, аналитики, да, получили список возможных назначенцев, да, мы все ахнули, потому что... Что уж, пусть остается. Пусть остается. Пусть остается. Хорошо. Ну, что же, Владимир Якунин, видимо, остается на посту главы РЖД. Это был Алексей Безбородов, глава исследовательского агентства Инфра-Нью. Спасибо большое, Алексей. До встречи, увидимся в четверг в этой же студии, пока.